МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И я прошу тебя, ну, для начала поделиться вот последними, так сказать, успехами задоринок на международной арене. Да, но эта весна, она такая крайне насыщенная выдалась, и так получилось, что некоторые конкурсы мы и не планировали. Обычно у нас в сентябре происходит планирование на первое полугодие, и есть конкурсы, на которые мы уже знаем, что обязательно поедем. Но этот март и апрель, он был настолько насыщен, и, можно сказать, мы не были готовы к тому, что придется с корабля на бал. Было такое, что мы, не разбирая костюмы и чехлы, сразу и на следующий день ехали на соревнования. И наша весна началась с международного конкурса «Короли танцпола». Это было в марте, мы поехали впервые двумя составами. У меня три конкурсных состава в коллективе. Это ребята, которые не просто занимаются для себя, но и у них есть цели, дух соперничества. Они понимают, для чего они пришли, и, соответственно, принимают участие во всех конкурсных поездках. Они делятся по возрасту, да? Да, младший состав, средний состав, ну и старший состав, который в этом году заканчивает обучение не только в моем коллективе, но и в школе. То есть это девочки-выпускницы. Такие очень они успешные. Я считаю, что это уже предпрофессиональная подготовка у девчонок. Вот. И так вышло, что март начался с поездки в Нижний Новгород. Мы поехали двумя составами, младший и средний. Волнуясь очень сильно, потому что работы перед строгим жюри, в составе которого была Светлана Лутошкина, мы очень любим этого хореографа. Это хореограф команды «Мигель». Ну да, известного шоу «Танцы». Да, Светлана очень для меня такой авторитетный хореограф, и я всегда с трепетом отношусь к тому, что она говорит, когда критикует или дает советы относительно моего творчества. И вот впервые на ее суд мы повезли 10 работ и привезли 7 первых мест и 3 вторых. Ну для меня это, конечно, было такое творческое потрясение. Это областные были или это российские, международные? Да, да, да. Мы стараемся выезжать сейчас на те конкурсы, которые имеют статус международный и где заявленные судьи представляют для нас, так скажем, творческий интерес. То есть не на все конкурсы мы соглашаемся ездить, как это было в начале нашего пути 9 лет назад. А сейчас мы уже знаем, что есть педагоги, к мнению которых мы прислушаемся, и педагоги, которые замечают наш рост. И вот это вот очень важно, ведь мы не за победами ездим, не за гран-при, а мы ездим за советом, за мудрыми такими советами, практиками. И эти педагоги, они действительно отмечают, что от конкурса к конкурсу их пожелания мы выполняем и мы растем. Мы в этом году получили звание «Образцовый», и, конечно, это стало таким неким для нас стимулом расти, работать, развиваться. Что даёт вот этот образцовый коллектив, получается? Да, да, мы стали образцовым коллективом. Ну, это такой статус, и для нас это такая, ну, некая была мечта, к которой мы долго шли. И вот когда эта мечта осуществилась, для нас это такая большая честь. И мы понимаем, что уже больше там нельзя где-то чуть-чуть дать слабину, где-то не подготовиться, где-то пропустить занятия. То есть ребята, они настолько этим замотивированы, и они понимают, какая на них ответственность лежит, да, что ведь судьи, когда получают протоколы, они иногда не видят название городов, что меня очень радует. Ну, то есть бывает такое, да, что есть там города, которые кто-то больше любит или кто-то родился в каком-то городе, и так, а, ну, землякам можно поставить плюсик. Вот, и мне очень нравится, когда мы приезжаем на конкурсы, есть просто название коллектива и номер. Вот, и, конечно, когда они видят, что коллектив образцовый, к ним и требования больше, выше. То есть уже сразу, ага, с этими надо построже быть. Да, к этим надо построже, к этим можно придраться, и причем придираются просто вот по всем критериям. Ну, вот если раньше... Ну, это неплохое слово, придираются, а именно, что разбирают каждую мелочь. Да, если раньше мы ездили просто как студия, как объединение дворца, и где-то нам делали какие-то мини-уступочки такие, что, ну, все-таки там кружок, дворец творчества, маленький городочек, ну, давайте, там, ребята перспективные чуть-чуть поможем, то сейчас нет. Сейчас все очень жестко, очень жестко. И мы этому рады, мы не боимся, мы вот хотим развиваться. У нас это неплохо, я считаю, получается. И когда помогают родители, это очень важно, когда родитель заинтересован в развитии своего ребенка и поддерживает. Ну, для меня, как для педагога, это, наверное, выше всех вот этих гран-при первых мест, когда я вижу, что в семье ребенок не брошен в плане творчества, да, что мама, папа, они с того, что там ходят на концерты, шьют костюмы, ездят в поездки, то есть живут одним вот этим делом. Но это прекрасно, поэтому родителям огромный привет и большое спасибо за то, что они рядом. Ведь, ну, это наша совместная работа, я не могу сказать, что это только мои заслуги. Все вот первые места, все гран-при, вся эта такая весна, она яркая, я, наверное, эту весну не забуду никогда. Да, вот это и поездка в Минск со старшим составом тоже мы приняли решение в начале марта, что нам нужно, нет, ну, даже где-то середина февраля вот этот конкурс всплыл, он международный, там, организация на таком высочайшем уровне, ну, наверное, мы такого еще не видели. Когда вот мы приехали в Минск, все было, во-первых, до секунды просчитано, все было настолько четко, нас сопровождали везде, то есть мы как руководители ездили на такси, все, все это было просчитано, продумано. Мы, конечно, были в шоке, но было страшно выходить на сцену, потому что вот такая вот щепетильная организация, она заставляет как-то вот включиться по полной, и мы вот просто с девчонками волновались, хотя для них это был не первое, далеко не первый международный конкурс, но впервые в Минске. И так получилось, что мы привезли три первых места. Я когда смотрю шоу-танцы, для меня современный танец, ну, это прям темный лес, да, там, вот названия какие-то, там, я даже вот сейчас там, контемп, например, да, ну, вообще не представляю, что это такое, то есть что-то танцуется. Насколько с точки зрения профессионального, да, уже использования этих навыков, вот, будущее у детей? То есть они готовы, как ты говоришь, полупрофессиональная уже подготовка, то есть дальше это уже профессиональная эстезия и профессиональное обучение и зарабатывание, собственно говоря, денег, да, на танцах. Ну, у нас как-то с маленького возраста начинается вот эта профориентированность, да, когда ребенок в 4 годика, когда ко мне приходит, конечно, ни о каком контемпорере мы не говорим. Естественно. Там своя методика преподавания, там все совершенно другое. И ребеночек уже становится заинтересованным, ему интересно, ведь у меня же даже детки, которые там занимаются 2-3 месяца, уже зимой выходят на концерт. Ну, это, конечно, такая милота, наверное, долго можно об этом говорить, но со временем ребенок подрастает, он взрослет, он переходит как в школе из класса в класс, каждый год программа усиливается, каждый год вводятся новые дисциплины. И если ребенок принимает решение, там, совместно с родителями, мы все это обсуждаем на родительских собраниях, иногда это бывают индивидуальные моменты. И если вот ребенок с родителями принимает решение, что он хочет развиваться в конкурсной группе, что ему мало просто выступлений в городе Саров, то мы его переводим в конкурсный состав, и там уже совершенно другая история. То есть есть девочки, которые закончили у меня пару лет назад, закончили обучение, закончили школу, уехали в Москву. И я знаю, что танцы им помогли в тех высшеучебных заведениях, в которых они учатся. Они мне даже видео присылали, что вот они благодаря танцам такие вот активистки, это и в учебе помогает. И они там на соревнованиях участвовали. То есть не обязательно становиться профессиональным танцовщиком, можно ведь танцевать для души, в свое удовольствие развиваться. То есть это еще и развивает такие черты, как устремленность, да, то есть какое-то вот соперничество, активность. Они социально, у меня вот дети выходят, они социально адаптированные дети. То есть очень много сейчас в современном танце моментов, связанных с психосоматикой и психологией. Я вот эти вещи очень ценю, и на своих занятиях мы с ребятами уделяем этим аспектам внимание. Потому что сейчас детки, они в связи со всеми современными этими тенденциями, они такие закрытые. И иногда очень сложно достучаться от их сердец, очень сложно какие-то вещи донести. И приходится вот это все посередине танца проживать и разворачивать. И дети, они становятся, ну я сейчас про своих детей говорю, они становятся другими. То есть они к 11 классу уже вполне взрослые, самодостаточные личности, которые там прошли ни один конкурс, ни одну поездку, настолько закалены, что родителям не страшно отпускать их в большие города, они знают, что девчонки разумные, что они справятся. У них есть навык работы в коллективе, у них есть навык общения. То есть дети не просто физически там красивые, подготовленные, растянутые, но они еще и как вот личности у меня вот так скажем созревают. И, конечно, больно прощаться. Вот отрываешь их как от своего сердца, потом плачешь, потому что, ну, невероятно, жалко. Вот растишь, растишь их с малечкой, они потом раз и улетели. Но я всегда радуюсь за своих выпускниц, я всегда слежу за ними в соцсетях, я вижу, как они развиваются. И очень приятно, когда девочки потом приходят к нам на концерты, видишь их в зрительном зале. Есть девчонки, которые готовятся, вот они знают, что они будут хореографами, выбрали эту стезию, эту профессию сложную, и они готовятся к поступлению. То есть тут мы уже говорим о более таких серьезных моментах, это и работы на мастер-классах, и там поездки на всевозможные лаборатории. Ну, то есть да, такой вариант у нас тоже есть. Слушай, ну вообще профессиональный, это какая карьерная линия, да? Ну, то есть вот я, к примеру, другую творческую профессию, возьмем музыкант, да, понятно, закончив школу или какое-то высшее заведение музыкальное, да, ты станешь профессиональным музыкантом, можешь устроиться там в коллектив или тем же преподавателем. Вопрос в танцах, это возможность в том числе устроиться в какой-то коллектив танцевальный, да, где-то, как ты говоришь, вот в коллектив у музыкантов, там, допустим, на шоу каких-то, да, которые выступают. То есть есть ли в этом направлении именно коммерческая составляющая? Ну, ты знаешь, здесь уже все зависит от человека, ведь не каждый хореограф-педагог-танцовщик, и не каждый танцовщик-хореограф-педагог, это две большие разные вещи. Вот, ну, например, до моей семьи, ну, я выросла в танцевальной семье, у меня папа заслуженный работник Украины, он руководитель образцового коллектива народного танца и старший преподаватель кафедры хореографии, педагогического хореографического университета. Мама у меня занималась восточными танцами, а младший брат как раз, он артист балета, то есть он не педагог-хореограф. Ну, то есть еще и театр здесь есть. Ну, да, вот он не педагог-хореограф, он исполнитель, но мама с папой, они педагоги, то есть это вот тот такой тщательный момент, когда рожевывается каждое движение, когда нужно с ребенком носиться вот, да, как с птенцом, его взращивать, выставлять ему стопы. Это вот такая рутинная педагогическая деятельность. То есть день это дня, каждый день работать с одним и тем. Да, одно и то же. Танцы не для слабых, и я говорю это всю жизнь, что танцы это очень серьезное занятие, это сейчас приравнивается как к виду спорта, и я прям очень рада, что наконец-то нас признали как серьезное искусство, потому что, ну, то даже не про физику, это должна быть такая сила воли, да, вот, чтобы встать на борьбу с собой, заставить себя прийти в танц-класс и стать у станка и работать, потому что очень много сразу не получается. И вот здесь вот тут начинается закалка личности, да, когда ты выходишь на борьбу с собой, и либо ты говоришь себе, да, я сделаю, у меня это получится, несмотря ни на что, либо ты говоришь, ну, нет, ребят, это не мое, я сдался, я пошел, я буду сидеть на диване, есть булку и смотреть мультики. Вот тут как раз тот самый случай, да, потому что многие принимают решение прийти в танцы, ну, вот в 4 года, да, получается, первый заход. Да, да, да. То есть, и, ну, как ты строишь у себя в голове, на месте родителей, да, находясь, что вот ребенок когда-нибудь там попадет на какое-нибудь шоу, там, телевизор или в какой-то там концертный, ну, это когда-нибудь будет, да. Да, да. И как часто вот происходит, ну, такой переломный момент, да, когда вот действительно нужно принимать решение, да или нет? То есть, сколько лет вот может пройти до такого момента? Ну, ты знаешь, я каждому ребенку, который ко мне приходит, ну, во-первых, у нас всегда индивидуальное собеседование с родителями, потому что я себя позиционирую не как кружок, да, куда можно там, там, сегодня есть настроение, я пришел, там, завтра звезды в другом созвездии, не пойду. Или там, у меня день рождения у попугайчика, или там, мы на шашлыки едем, что иногда я слышу, я не приду. Ну, то есть, для меня это неприемлемо. Ну, такого быть не должно, я считаю, если вы приходите в танцы, то будьте добры, есть определенный свод правил, которых мы проговариваем, нужно соблюдать. Либо мы развиваемся, работаем, ну, либо как бы вам не к нам, так скажем. И, конечно, если родитель уже приходит замотивирован, да, он хочет, чтобы ребенок развивался, и ведь танцы, это, знаешь, вот 1% таланта, 99% пахоты. Это вот талантливых детей, вот таких вот, ну, одаренных детей, которые вот ко мне пришли и прям затанцевали. Ну, вот я могу по пальцам, одной руки пересчитать, все остальное, это благодаря упорному труду, совместному труду педагога и ученика. Вот, бывают одаренные детки, но их так мало на самом деле. И если у семьи, в семье, да, есть вот этот стимул идти в танцы, там, неважно, в пение, в музыку, в рисование, куда угодно. И если этот стимул действительно поддерживать и ребенка направлять, и ведь это сложно, это очень сложно. Иногда, конечно, есть желание не пойти, потому что сложно, потому что тяжело, потому что где-то больно делать растяжку, где-то сразу не получается. И, конечно, ну, проще всего что сделать? Ну, отказаться. Проще всего знать и сказать, ой, это не мое, я больше не буду этим заниматься. А вот тот переломный момент, когда родитель берет за руку ребенка и говорит, у тебя все получится, ты сможешь, мы вместе все преодолеем, вот это вот творит такие, такой момент творит чудеса. И некоторым деткам нужно несколько лет для того, чтобы они раскрылись. У меня есть такие примеры, когда я брала ребенка в 4 года и думала, там, может, лучше кораблики. Но я каждому ребенку даю шанс, каждому. Вот если я вижу, что у ребенка горящие глаза, вот он хочет, да, вот, ну, где-то, может быть, он чуть-чуть полноват, где-то у него пока не получаются эти позиции, ну, хочет. Я вот таких детей веду до конца. И вот проходит пару лет, и этот ребенок превращается в красивую девушку и едет в Минск, там, и занимает первое место. Но, как бы, тут очень много зависит от детей. Это сказка про гадкого утенка. Да, очень. Но у меня много таких примеров. В заключение хочу, наверное, задать вопрос вот насчет спорта, да. У тебя в основном девчонки танцуют. У нас есть молодые люди, но их очень мало. Их очень мало. А нужны они? Хотелось бы вообще, когда я переехала в Саров, у меня была мечта создать такой большой коллектив, где будут... Ну, я же сама из народников. Я всю свою сознательную жизнь танцевала в паре. И мне тоже хотелось продолжить Папино дело и создать именно коллектив, где мы будем поддерживать русское народное творчество, да. Потому что, ну, сейчас культуру России нужно поднимать. И слава Богу, что сейчас все так складывается к тому, что культура нашей страны выходит на первое место. И в моей программе всегда был русский танец. И сейчас очень много такого направления, как фолк, да, когда мы можем стилизовать русский танец. То есть не исконно русский вот его, да, потому что, ну, не всем детям, например, это по душе, вот, а можно брать основу русского народного танца и делать совершенно интересные вещи. Но при этом, при всем изучать. Это обязательно. Это вот, я даже это не обсуждаю с родителями. Иногда бывает, ой, фу, только не русские танцы. Ну, мне хочется взять молоточек и стукнуть такого человека. Ну, как живя в стране, ну, не поддерживать культуру? Ну, для меня это непонятно. Мы всю жизнь изучали культуру своей страны, в которой я родилась, но, тем не менее, культура русского, белорусского, цыганского, танца, молдавского, еврейского всегда присутствовала. То есть нас развивали многогранно. Поэтому я, конечно, за русскую культуру, за русские традиции и делаю сейчас все для того, чтобы подрастающая молодежь воспитывалась в таком духе. Но для этого нужны мальчики. Да, у меня есть группа, где вот родилась красивая новая постановка от любви «Не спрятаться, не скрыться», она называется, где как раз мальчики выходят вот такими вот русскими парнями. И вот, конечно, когда они танцевали в воскресенье на фестивале, вязал, аплодировал, ну, потому что эта русская сила, она чувствуется даже в таком десятилетнем возрасте. Ну, это всегда приятно, когда есть мальчики. Десятилетние мальчики? Да, да, 10-11 лет. Но есть еще меньше у нас мальчик вот в одном составе. Мы сейчас тоже возрождаем одну постановку. И вот он там уже вот как мальчик, как мужчина, как защитник. То есть, да, я даю понять, что вот роль мужчины, она такова, да, что ты вот защитник, ты воин, ты вот мощь. И даже в таком маленьком возрасте мы это проговариваем. Вот так, ну, не напором, конечно, но используя там педагогические, хореографические ходы, мы, ну, потому что без этого никак. Ну, нация погибнет без своей культуры. Согласен с тобой полностью. И я вот делаю сейчас все для того, чтобы помочь культуре нашей немножко отряхнуться. Вот, казалось бы, да, творческий коллектив в стенах Дворца детского творчества, да, столько много психологии, в первую очередь, философии, да, и очень грандиозная работа каждый день, получается. Ну, наверное, для меня, и для меня никогда Дворец творчества и работа в нем не была рассмотрена как кружок. Ну, то есть, как там пришел, звоночек прозвенел, ты отработал, звоночек прозвенел, ушел. То есть, мне кажется, я живу там, домой приезжаю только спать. Вот, я вся в работе. Вот, как-то я не могу пока работать по-другому, у меня не получается. Вот уже 9 лет я так живу, что для меня танцы, педагогика, хореография, это вот образ жизни. Ну, может быть, потому что я выросла в такой обстановке, два хореографа в семье. Младший брат артист балета, и как-то вот по-другому я не умею. Ну, либо я беру и делаю это, вот, отдавая все себя, порой, конечно, я прихожу домой. Честно, я устаю, вот, ну, я человек, у меня тоже есть определенные там свои чувства, ресурсы, резервы. И когда они истощаются, конечно, я прихожу, устаю, я могу поплакать. Но на следующий день я собираюсь и иду, продолжаю свой путь. Вот сейчас у меня не совсем такой легкий период в моей жизни, связанный с обстоятельствами, которые происходят в мире. Но я не даю себе сейчас ни единого шанса раскиснуть, опустить руки и вот сидеть, и как-то вгонять себя в думы, и кого-то там еще обвинять. Ну, нет, я продолжаю делать свое дело. У меня есть коллектив, который, моя вторая семья, вот, после поездки в Пензу, так случилось, что я не поехала с детьми. Они поехали первый раз в Пензу без меня, с родителями, мы повезли 11 работ. Это первый раз так случилось, но я приняла решение, что мне нужно остаться в Сарове, поскольку в этот же день проходил городской фестиваль в ДК, в Дворце культуры. И мне нужно было сопроводить 150 моих детей. И я понимала, что конкурсники, они уже у меня более-менее самостоятельные, они справятся. А вот мои малышата, да, вот эти пингвинчики, все мои ангелочки, часики, вот, вся эта моя милота, они не справятся без меня, они не смогут. И когда я пыталась переложить эти полномочия на родителей, я увидела, что родители переживают, что как мы без вас, Анна Владимировна, куда там идти. И я поняла, что нет, и моя душа не будет спокойной, я буду постоянно вот нервничать. И, в общем, я отправила конкурсный состав из Галины Анатольевны Грачевой, за что ей огромная благодарность и мое сердечко. И с родителями они поехали, а я осталась на фестивале. Ну, я каждый час выходила в эфир, мне каждый час приходило уведомление о том, что они приехали, что они покушали, что они накрасились, что они выступили, что они на награждении. И они мне записали, как объявляли это гран-при, мы взяли, мы привезли 9 работ. Да, мы привезли 4 работы одного состава, 3 работы младшего состава, 2 сольных работы. И мы взяли 9 первых мест и гран-при за все наши работы. И плакали там все, мне кажется. Плакали дети, плакали родители, плакала я, все писали там друг другу. Судьи плакали? Я не знаю, плакали ли судьи, но это для нас, ну, впервые такое, что без руководителя. Но поехали, выиграли, привезли гран-при, и вечером они мне, значит, пишут сообщение, я не буду говорить, кто. Ну, это вот от группы, от одной конкурс, на ней мне пишут, вот Анна Владимировна, там, спасибо за все, мы так рады, счастливы. И подпись, вы наша вторая мама. И у меня все, я начинаю плакать. Ну, вот как я могу в таких вот обстоятельствах, там, бросить танцевать или бросить семью? Ну, хотя мне не просто сейчас живется на самом деле, но близкие мои люди понимают, о чем я говорю. Мне очень сложно, душа моя рвется на части, но танцы меня спасают. Мои дети, мои дорогие любимые задоринки, мои родители, мои взрослые группы, которые приходят ко мне заниматься, они меня вытаскивают. Я бы погибла, если бы этого не было, вот мне кажется, я бы, я бы вот, ну, не стало бы меня. Поэтому спасибо огромное, что Господь привел меня 10 лет назад в Саров, и, наверное, поставил на тот мой путь педагогический, которым я занимаюсь. Вот уже 10 лет будет осенью, как я переехала из Украины сюда. Спасибо большое, я желаю тебе успехов, успехов вашему коллективу. Друзья, на этом у нас все. Спасибо, что были с вами, и мы с вами увидимся через неделю. До свидания.